В 2010 году родительская общественность узнала о таком форсайт-проекте, как «Детство-2030», в котором говорилось о том, что дети планируются, будут чипированы для того, чтобы соединить их мозг с интернетом. Тогда родительская общественность очень возмутилась и были протестные движения. Этот проект причем представлял Дмитрий Медведев в Шанхае в 2010 году как основной форсайт-проект от России. Это сайт нового форсайт-проекта «Детство-2030». Его предлагаемые идеи – настоящий вызов общественности, делится мнением председателя Екатеринбургского родительского комитета. Во-первых, через 10 лет, прежде чем родить и воспитать ребенка, у родителей должна быть лицензия. Во-вторых, разработчики форсайт-проекта предлагают встраивать в кору головного мозга ребенка специальные чипы. Устройство для загрузки информации на кору головного мозга. Это я не бред говорю. Это форсайт, который толкает общественную палату. Тогда удалось этот проект застопорить и, в общем-то, отменить его. Но, как оказалось, это не все. Так называемый проект «Образование-2030». Вот что здесь говорится. Школа почти отмерла, скоро умрет совсем. Образование становится услугой сферы бизнеса. Унификация стандартов образования. Отмирание письменной речи. Отмирание необходимости выражать свои мысли точно для большинства населения. Глобальная база данных личных траекторий развития, то есть на что человек способен. Регулярная психофизиологическая диагностика для подбора индивидуальной образовательной траектории. Создание научных парков долгосрочного пребывания детей. Согласно этому форсайт-проекту, дети должны будут находиться отдельно от своих родителей. Специально созданных для этого в научных каких-то центрах или даже в своих городках. И родители должны будут доказать свое родительство. То есть родители должны будут сдавать экзамен на то, что может ли он воспитывать своих детей. Разрыв между цифровыми учениками и нецифровыми учителями. Уход учителей или транслядеров сферы образования. То есть фактически школьный учитель, который нам всем так хорошо известен, знаком, теперь оказывается ненужным. Потому что ученик, согласно этому форсайт-проекту, будет объединен в так называемую нейросеть и будет уже получать знания через интернет, объединяясь в глобальную сеть. Каким образом это можно сделать? Через нейронет. Это фактически чипирование ребенка, датчики, браслеты. Конечный итог – это чипирование детей и соединение их непосредственно с интернетом. Поэтому идет такое активное введение образования по интернету, то есть дистанционное образование. И третье – это нейротехнологии, работа с мозгом, работа с поведением и сознанием. Эксперты определили, что этих три технологических фронта в значительной степени обеспечат технологическую поддержку тех рынков, о которых говорил Дмитрий Николаевич. Что стремительно исчезает? Лектор как профессия. И сегодня один человек может эффективно учить миллион, давая миллиону человек персонализированную, качественную обратную связь. Сильнейшим толчком стали майские указы президента к выполнению этого прогноза и так называемая система эффективного контракта. То есть когда в регионах школы, власти были вынуждены резко сокращать количество преподавателей в школах и университетах, между 2017 и 2025 годом у нас новый большой рост и уже полная перестройка образовательной системы. В будущей образовательной программе, о которой сейчас говорила Галина Ивановна, здесь написано о том, что Гринфилд — это образование с нуля, то есть разрабатываются две стратегии на основе существующей системы образования, то есть это Браунфилд предлагается, и Гринфилд с нуля. И судя по тому, что там вот у нас сейчас рядом с Москвой, Московской областью, находится именно это Гринфилд, то получается, что наша система образования собирается обнулять. То есть они считают, что ее встроить, то есть мировой процесс невозможно, и значит косвенное такое доказательство, что это будет образование с нуля. Мой интерес — это будущее образование. И я, на самом деле, работал с российскими представителями сфера образования. Будет крупный прорыв случиться, если что-то будет возможным, непосредственно работая с тканями нейронов, такое крайнее проявление, например, вы увидите в кино, вы видели, в «Матрица». Вот это герой, Нео, какой-то, ему точнее вставят имплант, который загружает в течение доли секунды огромный объем образования, узная, как работает мозг, когда эти проекты будут удачно реализованы, какие-то части мозга будут заменяться искусственными компонентами. Вот если что-то типа такого будет происходить, конечно, это непосредственно сразу заменит педагогику на нечто другое появится. И поэтому это уже будет конец всей современной системе образования, появится нечто новое. Сегодня сфера образования становится главным полем противоборства, потому что в процессе образования можно будет тотально перестраивать сознание детей, а фактически заново формировать его. Обработка информации, поступающей в мозг ребенка, может быть заменена на ее обработку внешними процессорами. Будут заменяться естественные механизмы и формы обучения прямой активацией нейронных соединений для сверхбыстрого обучения. По словам Дмитрия Пескова, обучение детей будет происходить уже в утробе матери, и сейчас такие эксперименты уже проводятся с беременными женщинами. Это смешно, но два года назад такой отрасли, как полинатальное образование, не существовало. Сейчас это отрасль, в которой существуют сотни миллионов долларов оборота. Через достижение технологической революции. Люди зарабатывают сотни миллионов долларов на специальных устройствах, которые учат детей в утробе. Я как-то общался в Америке, в Беркли. Есть один ученый, который насекомым на этапе личинки внедряет электронику, потом у него вырастает жук, и у жука есть уже дистанционное управление. Поэтому я на месте Ильи, в принципе, задумался бы, потому что можно ребенку, если что, еще до рождения, причем независимо, нужно ему или нет, поставить систему управления, чтобы, если вдруг понадобится, она там уже есть. Будущее образование – глобальная повестка. Здесь сказано – новая педагогика и семейство новых образовательных групп, связанных нейросетью. Город, как большой тренажер, от городов для детей к играм для всех. Жизнь и работа в виртуальных и реальных мирах, как норма. Игровой интерфейс, как форма рабочего пространства. Человек, играющий, как общественная норма. Искусственный интеллект, как наставник. То есть, кто будет наставником детей? Не педагоги, не родители. А искусственный интеллект, который будет соединяться с детьми и что будет преподавать, как это будет происходить. Обучение в нейроинтернет-группах и новая педагогика. Массовые нейроинтерфейсы. Протокол обмена мыслями. Массовый интернет вещей. Цифровая копия мира. Массовые виртуальные миры. Высокоуровневый искусственный интеллект. Поэтому то, о чем мы будем говорить, оно мне лично очень часто очень не нравится. Я бы в этом будущем жить не хотел. Но я предпочитаю знать про это будущее и идти в него с открытыми глазами. Даже если оно мне лично неприятно. Через 3-5 лет. Муки. Модель инвестиций в таланты. Система оценки и признания достижений. Это некоторые новые сущности, которые будут массово появляться на образовательном рынке. 7-10 лет. Университет для миллиарда. Виртуальные тьютеры. Внесистемное образование. Игровые среды. Объективизация процесса через устройство биологической обратной связи. Нейроинтерфейс. Не буду вас пугать. Уйдем отсюда. В этих образовательных новых проектах обращает на себя внимание передергивание понятий добра и зла. То есть там силы добра обозначаются инженерно-компьютерные технологии. Выступают со стороны добра. Некоммерческие организации. Крупный бизнес. А сторона зла – те, кто выступает против. Это религии традиционные, академические круги, ученые науки, преподавательский корпус и родители-консерваторы. Это сторона зла, которая нуждается в том, чтобы ее уничтожить. Также выдвигаются в этой программе и лишние люди, то есть те, которые не вписываются, так сказать, ни в добро, ни в зло, но которые по каким-то причинам оказались не вопреченный проект. Они вроде бы ставятся там в кавычках, это все, но между тем агрессия идет против них, направленно. Победители – это, наверное, транс-человеки. А побежденные или типичные представители последних тысяч лет не могут ожидать хорошего отношения. Этот переход, возможно, самый важный – переход всех времен. Некоторые люди не хотят этого, они боятся этого перехода, потому что это переход к планетарной цивилизации, толерантной ко многим культурам. Так, одна возможность – обратная нейронная связь. Здесь дети с недостатком внимания играют в достаточно простую компьютерную игру для того, чтобы научиться контролировать вещи вокруг себя. Здесь вы видите подводную лодку, которая движется вверх или вниз. И дети учатся контролировать свои мозговые импульсы, а также контролировать эмоции и повысить концентрацию. Представление об измененных состояниях сознания как общественная девиация. Это не значит, что будет разрешено всем употреблять наркотики. Это значит, что будет объективировано понятие ИСС в некоторых видах деятельности. То есть прямая работа с подсознанием. В этой системе осталось только один шаг. Это система мотивации путем прямого электрического стимулирования мозга. Дома вы или на работе, вы получаете огромные преимущества от использования программы Home of Attention. Дети учатся увеличивать свой уровень внимательности. Они обучаются в простой игровой форме тому, как это чувствуется быть сконцентрированным. Таким образом, они улучшают свою успеваемость в школе и учатся жить в более ментально расслабленном состоянии. Тренинг – это также и развлечение. Игры, музыка и видео интегрированы в программу и могут использоваться для визуализации тренинга. Вовлечение социально нереализованных людей в игровые миры с целью обеспечения занятости и дополнительного образования. Весь этот форсайт проект построен на том, что дети будут постоянно находиться в играх. Не только дети, но и взрослые, и весь мир, и все наше сообщество должны перейти в эти игровые процессы. Генетический паспорт ученика как основание для индивидуального образования ученика. Будет патентование генов, и родители даже могут закупать гены, те, которые им нужно будет для определенных характеристик своего будущего ребенка. Массовые нейроинтерфейсы, дешевые системы ввода и вывода информации через энцефалограммы и системы биологической обратной связи. Человек становится биологической составляющейся нервной системой компьютер-сеть. Хотел спросить про форсайт. Рассматривалась ли такая технология, как виртуальная реальность, например, реализованная до сон? Да, мы считаем, что в ближайшее время это ключевой тренд. Тут, видите, написано массовые виртуальные миры, цифровая копия мира и цифровизация, как и, значит, в том числе работа в виртуальных мирах. Программа тренинга может проводиться тренерами, сертифицированными разработчиками программы Home of Attention. Они знакомят детей с феноменом управления внимательностью, концентрацией и релаксацией. Музыка, игры и видео могут быть интегрированы в тренинг. После завершения программы участники тренинга начинают понимать, как они мыслят. И самое главное, что значит оказывать влияние на то, как вы мыслите или чувствуете. Сначала психологически будет подготовлено некое поколение этих молодых людей. То есть сначала, почему на уровне детского сада, как вы говорите, начинают внедряться, или начальные школы. Как только будет подготовлено определенное поколение людей с измененным сознанием, так и происходит. У него психика и соматика еще очень податливы, поэтому его можно, он пластичное существо, его можно формировать. То, что потом мы его угробим, делаем его нравственным уродом, скажем, да, или человеком металлогически развивающимся, Это никого не волнует. Просто мы видим, что вот он именно поддается. И поскольку у них задача это сделать, достичь определенной цели, они, соответственно, с ними и будут работать. Естественно, скорее всего, будет создаваться определенное поколение, вот тех вот играющих, да, в эти самые кибер-игры, Вот, которые с радостью, с удовольствием согласятся участвовать во всех этих экспериментах, и, значит, во всех этих процессах, и они будут участниками такого рода игр. Поэтому, естественно, их попытка воздействовать на самые ранних этапы развития на ребенка. С тем, чтобы в дальнейшем эта, как бы, эта система вместе с этими людьми взрослела. Вот это самая главная задача. Ученые уже придумали способ, который может помочь человеку стать сверхчеловеком. Этот прибор называется нейроинтерфейс, и с его помощью я смогу управлять предметами и миром. Ну что, сосредоточились и погнали! Инициирована оси, НТИ, вот эта акция, Foresight Float 2015, когда более 700 специалистов научных России, руководителей крупных компаний, они были посажены на три корабля и пять дней плавали, пока бы не сгенерировали что-то. Брейнсторм также. Да, 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 очень интересная. И у нас было направление, в котором я работал, нейронет, посвященное нейротехнологиям. И вот там вот были рождены очень интересные проекты, да. Чтобы был рожден проект молодежного общества нейротехнологов. То есть, чтобы ребята, школьники, студенты уже работали с нейротехнологиями, потому что им жить в том мире... Где это будет само собой. Нейроинтерфейс будет банальной и разумной вещью, и они должны делать этот мир. И там было очень много придумано. То есть, в частности, была придумана контролируемая нейрозависимая реальность, да, в которой... Мы могли управлять... Да, мы можем управлять объектами. Это нейроинтерфейс действует по принципу электронной энцефалограммы. Например, когда вы проходите медосмотры, снимаем показания с вашего головного мозга. Интерфейс включился, происходит подключение к устройству. Там стоит или блютуз-модуль, или радиоприемник в зависимости от нейротехнологии. В такой штуке про новые профессии, которые мы сделали, это такой продукт, сделанный в первую очередь для родителей. У нас была другая здесь задача, как сделать так, чтобы меньше детей шло в юристы и в экономисты, а больше людей шли в инженерные специальности. На самом деле, я вам скажу страшную тайну. Здесь нет ни одной профессии, которая бы сегодня не существовала. Остается всегда самый низший слой. Словно говоря, таджики, мигранты, там, где труд по определению дешевле труда робота. И остается самый верхний слой, когда суперпрофессионал, которого роботом заменить нельзя, когда то, что он делает, это искусство. Мы сели с Яндексом. У Яндекса есть сервис тестирования на будущую профессию под издачей ЕГЭ. И мы сейчас вот это будем с ними объединять. Когда люди будут сдавать промо-тесты в Яндексе на ЕГЭ, а им по результатам этого тестирования будут давать рекомендации, куда им пойти учиться. Работа с детьми – это восстановление системы дополнительного образования в сфере технического и инженерного творчества, масштабное развертывание кружковой работы, воссоздание по всей стране сети кружков, секций, связанных с техническим инженерным делом. И это ранняя профориентация и поиск талантов в детском возрасте. Вот три элемента, по которым мы будем работать, которые обеспечат платформу для реализации всей НТИ. Образование в современном мире – это ключевая инфраструктура рынка талантов. Ключевая инфраструктура, по которой талант из одной страны может переструктурироваться и стать востребованным для экономики другой страны. Объявлена программа по выявлению талантливых детей. Открываются детские технопарки, кружки детского творчества. Создается сеть детских лабораторий технического творчества FabLab, которые начинают работать во всех развивающихся странах по всему миру, в том числе и в России. Но интересен тот факт, что куратором и соучредителем этих программ является DARPA – Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США. Вызывает сомнение, что Министерство обороны США преследует благие цели по работе с нашими детьми. Тем более, что задача этих технопарков и лабораторий – введение наших детей в мир инноваций, 3D-моделирования, робототехники, искусственного интеллекта, IT-технологии коммуникации, гибридизации человека и робота, то есть идеи трансгуманизма. Проект «Глобальное образование», по которому государство оплачивает учебу за рубежом для нескольких тысяч выпускников в российских вузах, учебу в ведущих мировых вузах, с тем, чтобы они вернулись и обязаны были отработать несколько лет в приоритетных зонах экономического развития в России. В госкомпаниях, в частных компаниях, в органах власти, в стартапах выделяются соответствующие субсидии, строятся технопарки по всей стране в разных местах. Кванториум для юных ученых. В Кантмансийске открыли первый детский технопарк. Сегодня его посетил помощник президента страны Андрей Белоусов. Строили центр дополнительного образования для одаренных школьников. Его главная идея – воспитывать будущих Менделеевых и Циолковских. Сейчас мы находимся в одной из лабораторий. Здесь сказку уже сделали былью. Здесь находятся чипированные тараканы. Алексей, покажите нам, как они выглядят. Добрый день. Очень интересная у вас разработка. Это, скажу сразу, настоящие тараканы, южноамериканские тараканы, в которых внедрены чипы. Главная цель у этих тараканов – это изучить принципы передачи нервных импульсов, устройства нервной системы и вообще научиться соединять, так сказать, механические, электрические приборы и живую плоть, так сказать. Для глобализаторов новые технологии должны стать частью культуры общества. Поэтому необходимо у детей сформировать принципиально новый тип мышления. Дети, прошедшие обучение в подобных технопарках, уже воспринимают изменения и гибридизацию человеческого тела как прогресс и хотели бы получить дополнительные качества своих физических возможностей и жить в виртуальной реальности. Поэтому и чипирование для них – это просто круто. Вот что увидели, что понравилось? Хочется здесь обучаться? Безусловно, хочется, так как тут многие новейшие технологии, которые я думала, что будут только в будущем, когда-то, когда уже в другом веке каком-нибудь. Но это стало реальностью, и я очень счастлива работать здесь. Созданы сети кружков, бизнес-инкубаторов по нейротехнологиям, а также молодежное общество нейротехнологов клуба юных нейромоделистов. Мы предназначены кванториумы для детей в рамках нашего правового поля, ввиду того, что кванториумы относятся к дополнительному образованию детей России. Это группа детей от 5 до 18 лет, и кванториумы ориентированы именно на этот возраст. Это площадки Maximum Open Space, которые содержат в себе достаточно большое количество специализированных цехов. Это хай-тек, это грязный цех, то есть дети могут работать как с паяльником, так и до уровня достаточно серьезных чипов на кадме, создавать тараканов-киборгов, управлять ими. Они погружаются в пространство нанотехнологий. Идея открытой технопарки по всей нашей стране принадлежит агентству стратегических инициатив и поддержана на высшем уровне президентом России Владимиром Путиным. И в итоге, повторюсь, такие технопарки должны появиться практически в каждом уголке нашей Родины. Смысл этого детского технопарка – это создание таких ячеек, ячеек нового здания, новых конструкций, на выходе из которых, я еще раз хочу это почерпнуть, мы должны получить, мы надеемся получить людей, которые мыслят по-новому, мыслят на уровне середины 21 века. Также активно для проектов «Нейронет» и «Кобрейн» задействованы детские лагеря отдыха, в том числе «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена». Во Всероссийском детском центре «Орленок» прошел заключительный этап Олимпиады национально-технологической инициативы. Автономные транспортные системы – одно из направлений Олимпиада. Здесь ребята учатся не только собирать машины, они познают и применяют на практике программирование своих ботов. Большие данные или бигдата – так называют это направление его участники. Оно собрало немалое количество компьютерных гениев со всей страны. В обработке этих ребят любые цифры и гигабайты информации летают словно воробьи с платформы на платформу. Олимпиада – это возможность показать себя и возможность взаимодействовать с лидерами так называемой национально-технологической инициативы. Это мощное движение, которое ориентировано на то, чтобы наша страна вышла в лидеры в технологиях нового уклада, которые уже наступают и все во всем мире их чувствуют. Развитие модели инвестирования образования, в том числе чужое. Там будет расшифровка, мы это называем у себя на своем внутреннем сленге возвращение работорговли, проузаконенное рабство. Я как работодатель могу заказать курсере. Подберите мне парня до 14 лет, чтобы я мог доучить, с лидерскими наклонностями, который понимает хорошо в физике твердого тела, с прогрессирующим английским языком и не очень большими жизненными запросами. Система делает скоринг и подбирает, есть такой ему 12 лет, он живет в Индии. И какой-нибудь Facebook берет и выкупает 12-летнего монгольского парня на работу в Facebook. В данном случае конкретно, это реальная история. Ему, этому мальчику, для поступления нужно 100 тысяч. И он выводит себя на биржу и говорит, ребят, давайте вы в меня проинвестируете 100 тысяч, а я подписываю юридическое обязательство, что я буду в течение 10 лет отдавать вам 20% своего годового дохода. В итоге что делает Facebook? Потому что жизнензапрос это не очень большой, он ему кладет там стажерскую стипендию, да, и 6 лет его эксплуатируют там по полной программе. То есть человек даже еще у себя в индийский или в российский университет не успел поступить. А его уже схантили через программу поддержки талантов, и он работает там, на этой глобальной компании, корпорации. Там следующий есть еще ужасы всякие, это про то, как его еще до этого через профилирование в Facebook отслеживать. Да, или в других социальных сетях, в которых он себя проявляет, или где он оставляет цифровые следы. Как они хитро действуют. Они же говорят, что в виртуальной реальности будут сварщики учиться варить, летчики будут учиться летать в этой виртуальной реальности. А так же как со здоровьем, они говорят, летчик-то это хорошо. Ты же ставил себе летчик, и у вас он там будет контролировать, когда там лекарства подать, впрыснуть в организм. То есть вот это вот обман просто идет. Совершенно верно, обман, что касается там летчиков и так далее. Но летчики, которые виртуально учатся летать, мы знаем, уж сегодня насчет катастрофы в Казани, которая произошла. Вот вам, пожалуйста, последствия таких обучений. Навыки через симуляторы формируются быстрее и лучше всего. То есть если там пять лет назад вам нужно было учить сварщика несколько лет в колледже с мастером, наставником, да, и так далее и так подобное, сегодня качественный сварщик учится примерно за полгода. А учится он роботом. Вот у него есть система дополненной реальности. Я понимаю, что сварщик, система дополненной реальности звучит смешно, да? Сегодня в пяти крупнейших российских колледжей по подготовке сварщиков мы полностью переводим систему их подготовки на такого рода системы. Этот цикл подготовки сокращается крайне существенно. То есть навыки через симуляторы являются самым успешным процессом. Вот как раз в системе WorldSkills, которую мы в стране сегодня массово внедряем, она во многом упирается на симуляторы. Та технология сборки, например, узлов, которая используется, ну я знаю, как это делает Boeing, где просто на монтажера вешают Oculus Rift, эту систему дополненной реальности, которая просто показывает и подсвечивает, значит, все элементы, которые он делает. Фактически у них появляется очень дешевый производственный робот высочайшего класса, только человек. Ни одна модель виртуальная не может воспроизвести, даже вот если мы пытаемся, симуляционные модели есть, ни одна из них не может, все факторы, которые существуют, вот которые, их бесконечное множество факторов, которые влияют на какие-то параметры, даже, допустим, полет. У меня авиационный вуз, поскольку я авиационный вуз заканчивал, в авиационном вузе работаю. И в Академии Жуковского, кстати, тоже работал какое-то время, уже после службы в вооруженных силах. Поэтому я понимаю, значит, разницу между симуляционными моделями, да, моделями, которые являются в любом случае упрощением естественной реальности. Поэтому учиться там, что-то там тренировать, конечно же, можно, но с пониманием того, что это жалкое подобие той задачи, которую ты можешь решить или которую ты решаешь в реальности. Поэтому обучать летчика, это преступно, на симуляционных, так сказать, в симуляционных моделях. А сварщика? То же самое. И хирурга то же самое. Потому что, повторяю, количество факторов, которые обеспечивают существование естественных объектов, оно столь значительное, что человеческий мозг даже не может их все оценить. Мы не все закономерности даже знаем. Кажется, что это все перспективы, какое-то далекое будущее, какая-то футурология. Но оказывается, нет. Дело в том, что 16 октября 2015 года прошло заседание Президиума Совета при Президенте Российской Федерации, где Дмитрий Медведев сказал, что конкретные шаги по достижению этой цели, то есть введения новых технологий, должны быть установлены в дорожных картах. Рабочие группы, включающие в себя и ученых, и предприниматели, сформулировали образы будущих глобальных рынков, начата разработка карт дорожных. И дают задание продвижения этого форсайт-проекта по нейронету непосредственно министру образования Ливанову. И Ливанов на это отвечает, что проект постановления правительства, который регулирует порядок разработки, согласования и реализации дорожных карт, нами разработан. Он согласован всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, агентством стратегических инициатив и будет представлен вам для подписания. То есть это уже не футурология, это уже реальность наших дней. Если уже на законодательном уровне это все спускается непосредственно для введения в детских садах, в школах, в институтах. Кроме того, министр образования Ливанов сказал, что проект образования 2030 является базисным проектом. Он разработан школой управления Сколково и Министерством образования. То есть программа Нейронет запущена в жизнь. Появление новых межнаднациональных культур, глобальных, которые создают свои устойчивые общности. Уже сейчас дистрибуторами культуры, производителями глобальной культуры является несколько глобальных центров. Например, в кино это три, Голливуд, Болливуд и Аниме. И они фактически форматируют пространство культурных кодов, культурных стандартов по всему миру. И за счет дальнейшего углубления и дробления этой системы появляется много новых центров, способных к производству новых смыслов. Например, сейчас игровая индустрия выходит на один финансовый уровень и уровень количества юзеров с кино. В ближайшее время она их обгонит. А в ближайшее время она обгонит по уровню воздействия на человека со стороны виртуальных средств, виртуальных игр по сравнению с кино. А количество дистрибуторов и производителей игр значительно шире, чем фильмов. Это не один Голливуд, это много центров. И много центров все начинают размывать вот эту глобальную культурную общность. Появляется возможность массово наслаждать какого-то рода тип культуры, тип поведения, создавать моды на ту или иную форму социальной или асоциального поведения и так далее. Вот отдельный вопрос, что, например, будет с миром, который еще несколько лет проживет в эпоху Grand Thief Auto, который является самой популярной игрой с огромными оборотами и который просто абсолютно популяризирует криминальное поведение. Очень любопытно посмотреть на последствия, потому что это не обязательно придется всплеску криминала, но это приведет к очень любопытным изменениям поведения людей. Ну, по крайней мере, к утилизации разного рода нездоровых элементов. Мир образования радикально поменяется. Это фактически новые религиозные практики или продвижение тех же практик в новых пространствах. То есть это такие, например, коллективные молитвы на 10 миллионов верующих одновременно становятся возможны вот в таких разделяемых пространствах. Уже существуют христианские трансгуманистические сообщества, так, например, сообщество мормонов-трансгуманистов. В Государственном университете Аризоны спонсируется целая серия исследований на тему трансгуманизма и религии. И они говорят о том, как трансгуманизм изменит наше представление о Боге. Первое. Не будет ничего единого. Будет много конкурирующих моделей. Вызов ко всем традиционным религиям и ко всем традиционным системам регулирования ценностей. Принимают они технологическую революцию или не принимают? Если они ее принимают, они вынуждены будут свои ценности пронести внутри нее. Если не принимают, им с каждым годом будет все сложнее разговаривать с новым поколением. Потому что новое поколение просто будет их не понимать и будет воспринимать их как что-то такое из другой прошлой реальности. Следующий любопытный аспект – это неорелигия и новые формы в целом идентификации, самоорганизации в глобальном сетевом пространстве, в пространстве смысла. Тоже я про это уже говорил. Пропадает необходимость в глобальных религиях как целостных конструкциях. Потому что нет необходимости форматировать крупные общности едиными ценностями. Их можно форматировать значительно более просто и значительно более индивидуализированно. В принципе, сейчас создавать новые убедительные, убеждающие религии за счет вот таких вот уже существующих методов воздействия через сеть, а в будущем через нейроинтерфейс, становится значительно проще. И в принципе, я не буду даже фантазировать, вы можете посмотреть на ИГИЛ, например. Это конструкт, созданный в очень короткое время, чрезвычайно технологический, с использованием новых технологий типа Ютуба, Интернета, для того, чтобы создать ту форму религии, которая обладает максимальным паразитическим потенциалом по отношению к жителям не только определенных территорий, но и жителей других территорий, погруженных в современное общество. Иными словами, вот эти вот религиозные конструкты становятся технологически легко реализуемыми. Да, вот как сказано, ищите, ищите, обрящите. Хотите правды, ищите правды, получите правду. Не хотите правды, ничего не получите. То есть, вернее, получите ее противоположность, если не будете искать. А я не уверен, что люди хотят этого. Вот надо искать правду. Поэтому главная книга, которая дает нам, открывает истину, открывает Царствие Божие, а не бездну. Это Евангелие. При всем ужасе ситуации, лайк выбирает. Как бы страшно ни было, надо выбирать. Вот этот выбор, фундаментальный выбор, который мы делаем сейчас.